Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля — принести свободу во все сферы нашей жизни. Честность Слава Богу! И сегодня я буду говорить на тему «Честность, качество победителя». Представляете, что делает дьявол, что делает враг человека? Он старается, чтобы люди не знали правду. Вот именно лукавый говорит о его обмане, о его лжи, о его хитрости. Поэтому я и сказал, что честность — это качество победителя. Не просто честность. Честность — это качество победителей. То есть, или мы будем малодушными, и мы согласимся с нечестностью. Знаете, люди иногда говорят, знаете, так трудно быть честным. Так трудно быть честным. Кто-то работает там в сфере обслуживания, торговли, там еще где-то, да? Какие-то там сделки надо делать. И даже есть выражение «не обманешь — не проживешь». «Не обманешь — не продашь». Но, знаете, это не для нас, друзья. Это не для нас. И если мы будем продолжать обманывать людей, мы обманываем себя, мы обманываем Бога. И я сейчас хочу почитать такую страшную историю в Библии. Знаете, это очень страшная история. Про Ананию и Сафиру. Все знают эту историю? Это необыкновенная история. Знаете, я много ее исследовал и сам слушал, читал. Одни, одни, другие, третьи, четвертые, разные варианты. И никто, знаете, до конца не мог объяснить, почему же Бог убил в церкви людей. Вы понимаете? Что они пришли и где? Они погибли в церкви. И это стоит того, чтобы разобраться об этом, да? Мы приходим в церкви, чтобы получить вечную жизнь. Говорят, да, Господь дал мне вечную жизнь, Он меня спас. А у этих людей что произошло? И прежде чем как бы подойти к ним, я хочу немножко открыть такой предысторий, что было до этого. Это пятая глава книги Деяний. Это начало. Это чего начало? Это начало церкви. Это начало христианства. Это история церкви. Вот она в самом начале. Вот, вот, вот. День Пятидесятницы. Первая глава. Вторая. Третья. Четвертая. Все идет как? Если вы читали эти главы, вы знаете, все идет прекрасно. Все идет замечательно. Люди спасаются. Слово проповедуется. Исцеляется. Написано, в один день три тысячи прибавилось. В другой день пять тысяч прибавилось. Три тысячи крестилось. Там то, то. И ты думаешь, вот это да. Вот это, вот это развитие. Вот это пробуждение. Все идет, идет. И мы только можем мечтать об этом. И, конечно, для нас это такая модель церкви. Потому что это начало. Вот я, когда читаю книгу Бытие и книгу Деяний, я как-то их сравниваю. Потому что Бытие – это новое начало. Ничего не было, и вдруг Господь сотворил небо, землю, человека. Вот жизнь началась и то, и то. Книга Деяний – это тоже новое создание. Это церковь. Это новое творение. Слава Богу. Это как будто бы ты видишь, что это как бы новое Бытие Бога на земле. И Бог пришел на эту землю. И вот родилась церковь. И вот пошло то. Вот пошло это. И все прекрасно, как в раю. До пятой главы. До пятой главы. Все было прекрасно. Я вам сейчас почитаю. Давайте почитаем вместе. Халилуи. Итак, Деяния. Деяния начнем со второй главы, чтобы идти вместе. Смотрите. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Знаете, Бог всегда хочет, чтобы церковь была вместе. Но некоторые говорят, я могу и один прожить. Мне церковь не нужна. Но что мы видим в Библии? Они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум. И так далее. И пришел Господь. Дух Святой. Языки огненные. Исполнили все Духа Святого. Начали говорить на иных языках. И Петр пророчествует. Говорит, что на рабов моих и на рабынь моих в те дни и залью от Духа моего. Будут пророчествовать. Читаем дальше. Написано. И так охотно принявши Слово, Его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. Представляете? Ну, как разворачиваются события. Какое движение. Какая мощь. Три тысячи за один раз. Покрестилось. Вот думаю, сколько там нужно было крестить. Вот когда мы крестим, мы думаем, сколько надо было времени, чтобы три тысячи покрестить. Но написано, в один день покрестилось три тысячи. Они приняли Слово. И что они делали? Смотрите, это очень важно читать о начале церкви. Что здесь написано? И они. Кто это они? Рожденные свыше, да? Церковь. Верующие. Во Христа Иисуса. Постоянно пребывали в учении апостолов. Это для тех, кто так еще и не был в библейской школе. Тех, кто думает, что я, ладно, я уже все знаю. Ты посмотри, что когда началась церковь, она началась с ученичества. Написано, они пребывали в учении. Скажи, в учении. Поэтому нам всем нужно быть учениками, нам нужно учиться. Дальше что написано? В общении. Верующим нужно общение. Особенно новым верующим, да и старым верующим. Нам нужно общение, потому что тело, оно не по раздельности, оно вместе. У них было общение в преломлении хлеба, в молитвах. Нужно ли нам молиться, друзья, вместе? Конечно, нужно. Что дальше написано? Был же страх на всякой душе. Это то слово, которое говорит о почтении к Богу. То есть это были не просто верующие, а это были люди, которые почитали Бога. Почитали Его, да? Что еще здесь написано? И много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, продавали имение, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. Вы хотите этого сейчас? Тишина. Ну, чтобы всем раздали, все мы хотим. И каждый день, вот здесь я хочу обратить ваше внимание, и каждый день единодушно пребывали в храме, преломляли по домам хлеб, принимали пищу, веселье, простоте сердце, хваля Бога, находясь в любви всего народа, Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Смотрите, христианская жизнь, это не была жизнь по воскресеньям. Некоторые даже в воскресенье не приходят. Это была жизнь общины. Они были вместе, они жили вместе, они собирались каждый день. Каждый день ради чего? Ради Господа. Чтобы познавать Его, чтобы молиться, чтобы быть вместе. Слава Богу. И что делал Господь? Господь прилагал спасаемых. То есть люди постоянно что? Спасались. Ежедневно. Каждый день были служения. Это как пробуждение. Вы читали истории про пробуждение? Когда где-то шло пробуждение, служения тоже всегда шли каждый день. Было пробуждение в Уэльсе, было пробуждение в Торонто. И когда ты читаешь, когда было пробуждение, люди каждый день приходили. Каждый день. И каждый день люди спасались. Вы хотите пробуждение? Хотите каждый день в церковь приходить? Не знаю уже. Вот, это пробуждение, это пробуждение каждый день. Каждый день они были там, и каждый день люди спасались, слава Богу. Но мы подходим сейчас к человеку по имени Варнава в 4 главе. Варнава, помните Варнава? Кто такой Варнава? Сын утешения, да? Здесь, когда мы читаем про Варнаву, еще не сказано, что он будет апостолом, что он будет служить с апостолом Павлом, что он будет дядей евангелиста Марка, еще никто ничего не знает. Он просто кто? Варнава. Просто Варнава, просто какой-то мужчина, да? И вот смотрите, что здесь написано. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавы, что значит сын утешения, левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Что мы читаем о Варнаве? Он был жертвенный человек. Да, он продал, и он все принес. Говорит, вот я продал, вот все, что я имею, я принес. И буквально в следующей главе, в пятой главе, опять история про людей, которые тоже принесли деньги. И сейчас мы поподробнее остановимся и почитаем здесь. Это пятая глава, первый стих. «Некоторый же муж имени Мананя, женою своей, сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей. И некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». Видим картину. Муж с женой договорились. О чем они договорились? Ну, вы работаете со мной, нет? Они договорились продать и принести деньги в церковь. Хорошее дело, как вы думаете? Хорошее. Но здесь есть немножечко что? Есть чуть-чуть нехорошего. Чего нехорошего? Нехорошего то, что они не были честны. Они утаили. Они принесли, ну, к примеру, возьмем какую-то сумму. Ну, продали они там землю за миллион рублей. Ну, так, символически, да? И они продали за миллион, но сказали, например, мы продали за 500 тысяч. Ну, тоже неплохо, да? 500 тысяч принесли в церковь, да? А 500 тысяч куда ушло? В семью, в закрома Родины. Они что? Они договорились. И вот они приходят такие. Я думаю, что это вот как раз вот, почему это 4, это 5 глава. Я думаю, что вот ходили, наверное, такие разговоры про Варнаву. Вы знаете, Варнава такой жертвенный человек. Он такой молодец. И там все, наверное, говорят, да, вот Варнава молодец. Он так, такую жертву принес, такой жертвенный. И знаете, иногда люди, они думают, что, а вот что вы, а почему обо мне ничего не говорят в церкви? Вот показали в новостях, например, а меня не показали. В следующий раз меня, может быть, покажут тоже. Им надо что-то сделать, чтобы меня показали. То есть у них было какое-то что? Тщеславие, наверное, было какое-то, да? Они где-то позавидовали, что да, вот про Варнаву во всех новостях там рассказывают. Он рассказывает, он выходит свидетельству, и там вот, как я продал землю, как я все принес. И все говорят, Варнава, слава Богу за тебя, ты так помог церкви, ты такой молодец. А они сидят и думают, а что ж про нас никто не говорит никогда, и не показывают, и не засказывают, и не пересказывают. Надо что-то сделать. И вот они такой план задумали, да, сделали. И приносят, такие довольные, идут, там, несут. Может, у них такая коробка была там с деньгами. Я не знаю, как там это все выглядело, да, это или монеты золотые, или что там было. Но суть в том, что они хотели произвести впечатление на людей, да, чтобы все сказали, вау, вот Анания, Сафиры, они вообще у нас такие крутые даятели, они такие жертвенные. И когда они шли, когда они шли, что происходит? Что происходит? Но Петр сказал, Петр говорит, Анания, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Представляете, вот кто-то пришел и приносит, и вдруг я говорю, слушай там, Иваныч, ты почему вот это так сделал? Зачем ты так сделал, да? Он даже не ожидал, скорее всего, правда? Знаете, почему? Потому что иногда люди думают, что это как бы Бог, а это служители. Ну, служители, да, они Божьи, но все равно они не Бог. Откуда им знать, да? Поэтому им можно лапшу увешать, им можно там сказки рассказывать. Я вот как бы говорю об отношении, да, то есть какое у них было отношение? Что вроде бы он апостол для нас и то и то, но когда они шли с заведомым обманом, они понимали, что, ну, кто это раскроет, кто узнает, никто ничего не знает. И вдруг, как гром, как говорится, среди ясного неба им говорят, слушай, зачем ты это сделал, да? Зачем ты, как он говорит, зачем ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль? Значит, что сатана может сделать, друзья? Вложить мысль, просто сказать, слушай, зачем все отдавать-то? Зачем? Ты же не дурак же. Зачем все отдавать? Скажете, что вот так, вот так было, и все, никто же не знает. Кто знает, никто не видел. Все будет шито-крыто. И это говорит о чем? О неверии, правда? О неверии. На самом деле, они хотели что-то сделать как бы для Бога, для церкви, но, с другой стороны, они хотели обмануть Бога. И знаете, я иногда разговариваю с людьми, думаю, у вас что, страха Божьего нет вообще? Вы не понимаете, что Бог, Он все равно все это видит и знает. И если даже я вам что-то не сказал, то Бог-то это знает. И когда люди вот живут какой-то непонятной, верующей, в кавычках, жизни, я думаю, в кого они верят тогда? В кого они верят? Зачем они тогда это делают? И самое, так сказать, и интересное, и страшное, он сказал, что чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа, не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу! И вы знаете, вот почему честность и вера, они взаимосвязаны, хочу сказать. Когда они пришли в церковь, они что, там видели Бога? Там Бог сидел. Вот они пришли в церковь. Вот вы видите Бога здесь? Где он тут? Бог, ты где? Ты где Бог? Они пришли, Бога они там не увидели, Духа Святого не увидели. Они кого увидели? Они увидели просто Петра, служителя. Понимаете? То есть вот нечестие, оно всегда связано с неверием, с неуважением, что кого-то можно провести, кого-то можно надуть, кого-то можно ввести в заблуждение, но здесь вмешивается сам Господь. И знаете, что говорит Петр, да? Вот мне нравится, что он говорит, что Дух Святой – это Бог, понимаете? Мы это говорим, да? И мы знаем это, что Дух Святой – это Бог. Говорит, вы обманули Бога. Вы обманули Бога. И люди иногда не готовы к этому, что, оказывается, Бога можно обмануть. Они привыкли людей обманывать, и люди верят в лжи. Но Бога обмануть невозможно. Бога обмануть невозможно. И что происходит после этих слов? Услышав эти слова, он не пал бездыханием. И великий страх объял всех, слышавших это. Он упал как замертво. Он умер. Представляете? Человек пришел и умер на собрании. И все услышали, почему он умер, да? И кажется, как такое может быть, что его убил Дух Святой? Да? Он все, он лишил его жизни. Кажется, за какое такое преступление? Знаете, мы иногда вот всегда меряем, да, вот рамками уголовного кодекса, что убил кого-то, ограбил. Это же его было. Причем ему и говорит Петр, не твое ли это было? Зачем ты все это замутил? Зачем ты хотел обмануть, да? Зачем ты это сделал? И вот невидимый Бог, невидимый для всех Дух Святой, что поражает этого человека. И он падает замертво. Ни выстрела тебе, ни яда тебе, ничего того, видимо, что, казалось бы, могло лишить его жизни, не было видно. Но он падает замертво на служении. Более того, после этого написано, часа через три после этого пришла жена его, не зная случившимся. Ну, тогда еще не было телефонов, да? Так бы ей быстро позвонили, сказали, ты знаешь, что там произошло? Там то-то и то-то, и так-то, и так-то. Ну, она приходит, ничего не знает. И обратите, как долго шли служения. Как долго шли служения. То есть он пришел на служение, умер уже, его похоронили, а все служение, все идет. Во время пробуждения, это всегда такое, они очень длинные. И она через три часа приходит, все служение еще идет. А где она была? Я не знаю, может, она по магазинам ходила, там денег-то прилично еще осталось, да? Ходила, там покупала, туда-сюда, туда-сюда, пока там тратила деньги, приходит такая довольная. И вдруг, что она слышит? Что она слышит? Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли вы продали землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Что произошло с ней? Она тоже лишилась жизни. Понимаете? И написано, великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Казалось бы, после такого страха в церковь никто ходить не будет. Опасно ходить в церковь, однако, да? Не знаешь, как бы, вернешься ли со служения или нет. Типа, я пошел куда? В церковь. Не знаю, как там, как там будет вообще Господь действовать? Вернусь или не вернусь? Но интересно написано, что верующих же более и более присоединилось Господу. Знаете, если у нас есть жажда по Богу, жажда по чистоте, по святости, Бог будет присоединять людей, потому что это была атмосфера, наполненная славой Божьей. Аллилуйя! И в этой атмосфере, конечно, происходили чудеса, происходили невероятные чудеса, и люди приходили туда. Но что мне хочется еще немножко поговорить, еще подумать, вот почему, почему все-таки такое страшное наказание? И я читал разные там объяснения, одни там одного рассказа, другого, одни говорят, что они были вообще неверующие, типа. Они были неверующие, просто хотели втереться в церковь, и вот поэтому. Но я думаю, как-то странно, чтобы Бог неверующих так наказывал, правда? То есть, если они неверующие, что тогда с ними вообще? Другие там еще какие-то версии говорили. Но мне кажется, такая версия, я вам просто и поделюсь этой версией, вы захотите ее принять, примите, не захотите, не примите, но она, как-то мне кажется, более вероятная. К примеру, как мы иногда часто молимся и говорим, Господь, если ты мне дашь там мужа, жену, не знаю, машину, квартиру, то я для тебя все сделаю. Кто-нибудь молился такой молитвой? Люди боятся поднимать руку сейчас. Нет, я знаю, что многие так молились, они говорили, Господь, если ты мне, то я тебе все. Я все для тебя сделаю. Я вот это сделаю, я вот это сделаю. Если ты дашь мне ребенка, я тебе буду там служить. Если ты мне дашь там дом, квартиру, она будет служить там людям. Если ты мне дашь машину, я буду всех возить. Это я слышал, сам лично слышал от людей. Что интересно, многие потом про это забывали. И вот смотрите, я думаю, какая ситуация. Они тоже с женой выставили на продажу свою землю. И я думаю, там была хорошая цена, потому что никто ее не покупал. Никто не приходил, потому что цена, наверное, была такая. И они стали, скорее всего, молиться, говорят, Господь, помоги нам продать эту землю. И если мы ее продадим, мы все деньги отдадим в церковь, на Царство Божье. Ну и, конечно же, Господь захотел им помочь. И в их ситуации найти им покупателя и привезти покупателя на эту землю. Потому что им даже никто не звонил, никто не приходил. Такая была большая цена. Они не могли продать. Я не знаю, сколько они ее продавали. И тут вдруг приходит долгожданный покупатель и говорит, я беру. Я беру, все по ругам, все замечательно. Купили эту землю. И знаете, как часто бывает, когда деньги появились в руках, появились и другие мысли. А это же много. Это же много. А у нас тогда что останется? И стали они тогда кумекать. Как бы сделать так, чтобы и там, и здесь было. Знаете, для Бога не проблема, если бы ты сказал Богу, Господь, вот ты мне поможешь, вот столько я отдам, а столько нам останется. В этом нет проблемы. О чем Петр и сказал, разве не ваше это было? Но они-то что хотели? Они хотели это преподнести так, что они все отдали из-за любви. Все отдали, как вот Варнава. Он отдал все написано. Но посмотрите на конец Варнавы, что действительно он отдал, Бог его благословил, он стал апостолом, он служил, он то и то. И вот эти ребята, которые что, лукавили, обманывали, что с ними произошло, какой у них финал, как у них жизнь закончилась. И поэтому, когда они пришли и они говорят, это все, тогда Петр говорит, вы же обманули Духа Святого. В чем обманули? Вы же договаривались с Ним, Господи, Ты мне помоги, я тогда все отдам. Вот я как понимаю, как они обманули Духа Святого. Они договаривались, да, мы говорим, Дух Святой наш партнер, да, он придет, он поможет, он наставит. И поэтому, такое бывает у людей иногда, почему, не знаю, что они обещают одно, лишь бы тогда что-то получилось, но когда это получилось, тогда они уже начинают вдруг менять свое решение, они начинают по-другому думать, они начинают по-другому относиться. И это очень опасно, друзья, это очень опасно, потому что тогда мы обманываем Бога. Я думаю, что вот именно вот эта ситуация, вот этот урок, это, конечно, страшный урок, но Бог показал этот урок, и Он хотел сказать, да, это новая эпоха, это эпоха Духа Святого, это эпоха Церкви, и я не хочу, чтобы в этой новой эпохе снова вкрался дьявол, снова вкралась ложь, снова пришло вот это вот лукавство, этот обман. Поэтому, что там, что написано, да, что лучше вам обещать было, что, и исполнить обещание, лучше не обещайте тогда. Иногда люди говорят, а, я буду ходить в служение, я буду делать то и то. Говорят, ты точно будешь? Пастор, точно буду, точно. Смотришь уже, ни то не ходит, то не делает, это не делает. Кто тебя тянул за язык, да, как говорится? Зачем? Если ты обещаешь, исполни, это у экклесиаса написано, да, исполни то, что ты обещал. Но вот эта старая привычка врать и показаться лучше, чем я есть на самом деле, к чему она приводит? Она приводит к печальным последствиям. Поэтому не нужно, друзья, не нужно обманывать себя, не нужно обманывать других, не нужно, вообще не нужно обманывать никого во имя Иисуса. И поэтому вот эта честность, этого Господь ищет в нашем сердце. Он говорит, что чистое сердце мы зря от Бога, да? Чистое, почему? Потому что там нету вранья, там нет лукавства, потому что люди, они привыкли лукавить, они привыкли обманывать, например, там на работе ушел, с работы сказал, о, там у меня там бабушка заболела, мне надо, или вообще, я по делам пошел, сам свои дела делает, да? Бывает такое у людей? Бывает, ну тот классный и на работе побывал, и делишки свои сделал. Или там опоздал, вот у меня там то случилось, это случилось. Постоянно опаздывает. Ну скажи честно, я проспал, я за Соня, я не могу проснуться. Нет, он будет придумывать всякие истории, что в этот раз было то, а вот в тот раз было вот это, а вот в то, уже все прекрасно понимают, зачем ты врешь, правда, зачем? Зачем врать? Зачем обманывать Бога? Зачем обманывать людей? И поэтому вот вранья, оно много в христианстве даже, друзья, не просто говорю о мире, что там многие привыкли врать, и они даже считают, что это не грех, а что такого? Ну я же пришел все-таки. А что ты сказал, когда ты пришел? Ну я же сделал, а что ты сделал, что ты сказал? И поэтому вот эти вещи, они настолько гневят Бога, я бы сказал, потому что написано, гнев Божий приходит на всякую неправду. Там не сказано, что ну вот это врать можно, как бы, но это не придет. А вот если так соврешь, то точно гнев придет. Я вру по мелочам, я же как бы не сильно вру, то ну что там, ну понимаешь ли там, ну да, ну погорячился, ну сказал, ну не сделал, да. Но написано, что гнев приходит на всякое нечестие, друзья. Если нам это непонятно, то нам еще раз надо это читать и читать, читать, читать и перечитывать, пока не поймем, что мы обманываем, что? Сами себя. Сами себя. И поэтому, почему люди врут? Это привычка, что выгородить себя, оправдать себя. Еще для чего люди врут? Ну для собственной выгоды, да? То есть выгодно соврать, и как бы ты хороший, потому что соврал, тебе вроде бы поверили, да? Вот точно слушай. Но суть этой истории, что мы врем, не просто людям, мы врем Богу. И вот это очень и очень страшно, что мы не задумываемся о том, что мы обманываем Бога. И вот этот урок, он должен был послужить уроком для всей истории церкви, на все будущие века, так сказать. И чтобы, когда мы читали, мы молились и говорили, Господь, где я? Где я обманываю? Где я еще привык обманывать? Где я нечестен с тобой? Я нечестен с людьми? Я нечестен сам собой даже. Почему у меня перемен нет? Да? Потому что люди оправдывают себя. Они обманывают сами себя. И в итоге не приходят перемены. Поэтому, когда люди говорят, я не хочу там то, не хочу это, они говорят, например, открытое, это одно. Но когда они начинают придумывать, почему я там не хожу в церковь, почему я не хочу служить, и они находят такие благовидные предлоги для себя, как бы, и для кого-то еще, но на самом-то деле это обман Бога. Поэтому это серьезно, друзья, это очень и очень серьезно. И здесь вопрос вообще касался чего, если так говорить? Вопрос касался денег. Так или нет? О чем шла речь? Речь шла о деньгах. И вы знаете, люди говорят, мы не любим, когда про деньги говорят в церкви. Почему мы не любим, когда говорят в церкви про деньги? Потому что это касается нас. Правда? Очень легко отношение человека выражается в деньгах все время. Но Бог очень много говорит про деньги. Эта ситуация выявила отношение этих людей к Богу. Через что? Через деньги. Другие ситуации, помните, в Малахии написано, такое местописание, которое тоже люди не любят, говорят, это Ветхий Завет, но в Завете даже мы его и не читаем. Но это есть в Библии или этого нет? Да, там написано, что можно ли человеку обкрадывать Бога. О чем там идет речь? О финансах идет, о десятинах, о приношениях. Но, по сути, это разговор об отношении к Богу. Просто он выражается в этом эквиваленте. Но это отношение к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok